Я хочу обсудить еще два вопроса, но, пожалуй, успеем только один. Нил, хочу адресовать его тебе. Он связан с научной фантастикой. Пожалуйста, обсудите роль фантастической литературы в повышении интереса к науке в целом. Хочу задать вопрос. Кто из вас сейчас читает научную фантастику? Ты не читаешь? Немного. Немного? Ну, подними руку, помоги фантастике. Вот другое дело. Итак, Нил, что думаешь? Какая тут связь? Ну, такая фантастика, что была во времена программы «Аполлон», та, что воодушевляла нас лететь на Луну, и, думаю, помогла и политической поддержке НАСА, о которой мы только что говорили, такая давненько уже не публиковалась. Научная фантастика теперь повернула в другую сторону, и я вижу, в последние два десятилетия она становится более мрачной, более интроспективной, больше о герое-хакере, который пытается разобраться, как разрушить систему, которую создал кто-то другой. Это противоположность инженерам и ученым, которые открывают или конструируют что-то новое. Не знаю, существует ли тут какая-то причинно-следственная связь, но одновременно с этим происходит, как мне кажется, большой упадок в плане новых достижений, новых знаний и больших инфраструктур в исследованиях космоса и тому подобное. Я пытаюсь сейчас... Я пытаюсь сейчас оплатить свой долг обществу, появляясь на подобных проектах и работая над литературой, подающей науку в оптимистическом свете. Это из-за дискуссии с Майклом Кроу пару лет назад, где мы пытались понять, должны ли писатели-фантасты признать свою вину за это. То есть это ты во всем виноват? Да. Я один из них. И мы решились на эксперимент. Я пишу роман о башне высотой в 20 километров, с которой запускают ракеты. И я сотрудничаю в том числе и с вами, чтобы написать достойно с точки зрения технологий. Так что это не просто домыслы. Надеюсь, мне в этом помогут вовлеченные в проект люди. 20 километров в высоту? Да. Из нее можно сделать классные солнечные часы. Ох уж эти инженеры. Не, серьезно, вот в чем дело. Я уже стар, и я влюблен в Стар Трек. А дело в том, с этим я не могу поспорить. Дело в технологии. Он заговорил на их языке. Конечно, в сериале есть пара натяжек, но в нем был невероятно оптимистичный взгляд. Нет, это точно. И я был бы рад, если бы ты, чувак из научной фантастики, настоящего и будущего, А я хотел сказать, что немало узнал о науке, читая научную фантастику. По-моему, я впервые понял теорию информации, читая научную фантастику. Идея научных открытий, которые одновременно происходят в разных местах, словно что-то разлито в воздухе. Идея, что какие-то глубокие проблемы мы еще не можем решить, но, может, их смогут решить через 500 лет, например. Идея, что именно случайность формирует информацию, попадающую в мозг, и неважно, восприятие через глаза или уши, этим всегда занимаются нейроны. То есть в природе научной среды всегда есть место произвольности. Все эти мысли, которые я считаю частью своего научного инструментария, я узнал, читая научную фантастику. По-моему, этот оптимизм, который мы только что обсуждали, очень важен. Я действительно считаю, что он помог, например, запустить козерог на Луну. По-моему, наука фантастики часто, даже слишком часто, кажется, мешает прогрессу, делает будущее намного страшнее. Но ведь наука сделала мир намного лучше. Люди в целом живут счастливее, лучше и дольше, благодаря науке. И этот оптимистический взгляд, по-моему, невероятно важно продвигать.